Итак, я хотел вам сегодня рассказать историю, которая имеет непосредственное отношение к созданию музейных экспозиций и к новым современным технологиям. Если я правильно понимаю, фокусом кураторской школы являются именно новые технологии, их применение в музейной сфере и в создании музейных экспозиций, выставок. Я не думаю, что то, что сегодня произойдет, правильно называть лекцией. Скорее, это какой-то обмен опытом. И дело в том, что расскажу вам короткую предысторию. Я работаю директором музея Булгакова пять лет. И в основном мы, конечно, как вы, наверное, догадываетесь, делали выставки о Булгакове. Делали разные выставки в музее, который расположен в знаменитой нехорошей квартире на Большой Садовой, в Музее современного искусства, в Новом Манеже на 1200 метров огромную выставку юбилейную про Булгакова и много чего другого. И так сложилось, что в том самом доме номер 10 по Большой Садовой, кроме квартиры номер 50, есть еще квартира, а точнее мастерская номер 40, которая выглядела в 2016 году вот так, как вы сейчас можете наблюдать. И это мастерская, в которой с 1917 по 1956 работал русский художник Петр Петрович Кончаловский. И за два года примерно, чуть больше, удалось сделать так, чтобы это пространство, которое использовалось почти ровно сто лет как художественная мастерская, там до недавнего времени работали художники каждый день. Так вот, удалось сделать так, что это пространство стало открытым для публики, и сейчас продолжается работа над созданием в этой мастерской музея, мемориальной мастерской Петра Кончаловского. Сразу оговорюсь, чтобы было понятно, что то, что я вам буду сегодня показывать, это еще не музей. Это, и тот опыт, о котором я вам буду рассказывать, это не опыт создания музея, потому что создание музея в этой мастерской требует кучи денег, реставрации научной этого помещения и много чего еще. Музей в этом пространстве будет создавать несколько культурных институций, работает над этим не только, конечно же, музей Булгакова, что было бы совсем странно, работает над этим фонд Кончаловского, государственная Третьяковская галерея. А тот проект, о котором я вам сегодня расскажу, это проект, который мы придумали с коллегами в 2017 году, написали заявку на конкурс благотворительного фонда Потанина. Наверное, вы слышали, что есть такой конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире». А в нем есть такая самая шикарная номинация под названием «Музейный старт». И вот мы подали заявку на этот конкурс, в этой номинации, одержали в бескомпромиссной борьбе победу и получили грант от фонда Потанина. И, собственно, благодаря этому смогли сделать в этом пространстве первую музейную экспозицию. До этого, как я сказал, там была художественная мастерская. И та музейная экспозиция, которую мы сделали в этом пространстве, и которая просуществовала до прошлой недели, и является предметом нашего сегодняшнего разговора. И как раз с самого начала, еще когда мы придумывали этот проект и описывали его, мы решили, что этот проект и эта музейная экспозиция будет делаться с применением технологии AR, Augmented Reality, то бишь дополненной реальности, так называемой. И вот об этом, как о некотором опыте применения новых технологий в современной музейной жизни и музейной среде, я хотел вам сегодня рассказать. И надеюсь, что это вам как-нибудь пригодится и будет полезно. А как вы думаете, будет вам это полезно? Да? Ну, хорошо. Ладно, тогда расскажу. Значит, вот как выглядело это пространство. Через окна вы видите тот самый Дом 10. Вот справа, это как раз, здесь как-то не очень все видно, но вот справа это окна как раз музея Булгакова, нехорошая квартира. При Петре Петровиче потолок был стеклянным, закрыли его уже как-то в середине XX века. Сохранился, что важно, сохранилось очень много всего, что было при художнике в этой мастерской. И окна, и интерьер, и много предметов, которые там остались. Пол. И в этой мастерской художник проработал полвека, а потом еще до 90-х годов в мастерской работал Михаил Петрович Кончаловский. Тоже замечательный художник, сын Петра Петровича. И вот что осталось. Вот то, что мы увидели в тот момент, когда мы задумывались как раз о том, что делать с этим пространством в музейном смысле, в смысле экспозиции. Довольно много мемориальных вещей. И среди них есть знаменитые. Есть несколько предметов, как, например, вот этот вот верстак. Тут, оговорюсь, есть много историй о том, каким Петр Петрович был даровитым ремесленником, не только талантливым художником, но он очень любил делать живопись, делать ее руками, и делать вообще все, что связано, самому делать все, что связано с производством живописи. То есть он сколачивал подрамники, натягивал холсты, грунтовал, и все это делал сам. Кажется, не только потому, что в десятые годы иначе было трудно, и в двадцатые, но и потому, что, видимо, ему это нравилось. Вот примерно такой насыщенный предметный мир старой художественной мастерской в Москве. Проект, который мы начали разрабатывать, должен был ответить на несколько вопросов. Я, с вашего позволения, расскажу в хронологическом более или менее порядке о том, как создавался этот проект, потому что мне кажется, что именно в каком-то смысле ход мысли и последовательность каких-то выборов, которые совершает куратор или создатель какого-то музейного проекта, она интересна, собственно. И здесь будут сразу видны какие-то ошибки и какие-то решения, которые были приняты. Вы меня останавливаете, если вдруг какие-нибудь возникнут вопросы, не стесняйтесь, потому что это скорее разговор. Так вот, много всего мемориального. А много всего наносного, что появилось в мастерской за весь XX век. Сразу же стало понятно, что интерьеры пространства мастерской, я надеюсь, что эти блеклые фотографии хоть отчасти это передают, так вот, интерьеры пространства мастерской представляют собой несомненную ценность. Именно сохранность художественной мастерской и продолжительность вот этих вот художественных практик в этом пространстве, они создают некоторую, пожалуй, что нематериальную, даже не столько материальную, то есть цены не сам паркет, остекление или штукатурка и краска на стенках, а ценно именно пространство в целом со всей историей, которая в нем сохранилась. Мы отталкивались именно от этого, когда думали о том, что вообще здесь делать. Одной из первых идей, которые возникли у участников обсуждения, было то, что неправильно прерывать эту художественную практику, а правильно в художественной мастерской, даже если она музеифицируется, и даже если в этой художественной мастерской создается некоторая экспозиция, правильно сделать так, чтобы в ней занимались живописью, и вообще, чтобы эти художественные практики продолжались в этом месте. Так удачно сложилось, что довольно быстро начала действовать арт-школа в этом пространстве, и туда сейчас ходят, и все время работы экспозиции тоже ходили ученики этой арт-школы, которая становится за мольберты и, собственно, учится и рисовать, и писать. Для опоздавших я скажу, что я рассказываю про историю создания экспозиции в мемориальной мастерской Петра Кончаловского, если что. Так вот, это было довольно важное решение, которое довольно много всего определяет, но, пожалуй, что для самого проекта экспозиции определяющим было внимательное отношение к среде и к самому мемориальному пространству. Самая пугающая мысль, которая возникла у группы, которая работала над проектом, заключалась в том, что мы путем создания музейной экспозиции испортим то пространство, в котором мы волею судеб оказались. Повесим этикетки на стены, сделаем очень хороший дизайн, афиши, привезем туда хорошее музейное оборудование, расставим его, и вот так вот, так сказать, all so proudly покажем те экспонаты, которые мы выбрали для этой выставки. Довольно важно, что именно мемориальность этого пространства натолкнула нас на мысль о новых технологиях. Другими словами, самые охранительские и самые, я бы сказал, такие жестко нацеленные на сохранение культурного наследия мотивы подвигли нас к тому, чтобы купить планшеты и сделать мобильное приложение. Что в каком-то смысле парадоксально звучит, а в другом смысле очень логично, потому что если в пространстве города пока такие технологии работают не очень, хотя, для того, чтобы придать актуальность нашему разговору, скажу, что там, не знаю, стратегия развития Москвы в культурном смысле до 30-го года, она подразумевает создание дополненной реальности в масштабах города и создание изображений в том числе и утраченных частей Москвы, к которым получили бы доступ все горожане. То есть, эта идея пытаться сохранять культурное наследие в цифровом виде и пытаться дополнять то, иногда, немногое, что дошло до нас и что сохранилось с помощью таких новых технологий, она не нова и не редка. Это происходит в Стамбуле и в многих других городах. Кроме этого, важно сказать вначале, что, очевидно, мы работали не только с теми вещами, которые сохранились в мастерской непосредственно, но и с собраниями семьи, собранием Третьяковской галереи и собранием музея Булгакова, которое как-то начало там формироваться, в которых были вещи Кончаловского мемориальные и именно из этой мастерской. Это тоже важно для проекта. И последнее, что из ограничений, которые вот были у нашей рабочей группы последнее, что важно, это, пожалуй, то, что в этом пространстве в его нынешнем виде экспонировать живопись невозможно. Я имею в виду шедевры из собрания Третьяковки работы Петра Петровича Кончаловского. Другими словами, из всех этих ограничений мы сделали вывод о том, что это пространство, история этого места, история семьи Петра Кончаловского, которая непосредственно связана с этим местом, это и, конечно же, сама художественная мастерская и феномен художественной мастерской первой половины XX века, да и вообще XX века в целом, это предметы нашего исследования. и, оттолкнувшись от этого, мы начали исследование. Мы заранее знали, что этот проект будет существовать, и сама экспозиция будет разделена на две части. Это будет то, на что можно будет посмотреть в непосредственном физическом виде. это реальная реальность, которая будет в этой мастерской. И здесь нашей задачей было собрать как можно больше достоверного, как можно больше подлинного и не отступать от этой подлинности ни на миллиметр, потому что именно в ней и главная ценность этого пространства. А для того, чтобы насытить экспозицию необходимой информации и рассказом, собственно, о том, что нельзя увидеть в мастерской сегодня, о семье, о самом Петре Петровиче, о его творчестве, о его работах, мы решили использовать дополненную реальность. Что получилось? Я сейчас боюсь, что у меня все может вдруг куда-нибудь отключиться, но надеюсь, что этого не произойдет. Так вот, что получилось в результате. Мы за работа эта велась довольно долго, наверное, год, больше. И в результате, кроме той мастерской, которую вы сейчас видели на этих изображениях, появилось приложение. Это мобильное приложение, специально разработанное, причем и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения, специально разработанное для этой мастерской, для этого проекта. использовалось следующим образом. Любой посетитель, который приходит в мастерскую, получает в руки планшет, в данном случае iPad, в котором загружает это приложение и начинает внутри по нему бродить. Я сейчас покажу вам, как это работает не в iPad, а на экране. Вот это то, что видит посетитель сперва, дальше нужно выбрать один из трех сценариев. Здесь я на секунду остановлюсь. Как вы видите, это три работы Петра Петровича Кончаловского, семейный портрет в мастерской 1917 года, 1917 же верстак и 1946 года полотер. Это три известные работы Кончаловского, на которых изображены те предметы, которые остались в мастерской, которые просуществовали в ней практически весь век последний. Посетитель выбирает один из сценариев, дальше получает некоторые подсказки для того, чтобы... Здравствуйте, Арсений. Да, так сложилось, что Арсений один из разработчиков того мобильного приложения, о котором я рассказываю. Ваш, как это называется, со-ученик. Да? Да. Да, да. И это тоже, да. Ну вот. И дальше в чем трюк? Мы хотели сделать одновременно и рассказ о мастерской Кончаловска моего семьи, о его творчестве и некоторую игру, в которой было бы интересно участвовать. Посетителю нужно находить объекты, наводить на них камеру. Тот квадрат, который вы видите в середине, это, собственно, камера. Да? Это вид с камеры, она меняется. Нужно навести камеру на какой-то предмет. Вот, например, на дверь. И система сама распознает этот предмет и предлагает дальше некоторый маршрут. Появляются виртуальные маркеры. Это, собственно, вот и есть та дополненная реальность. Вот эти так она тоже иногда выглядит. Это номерки, которые появляются около предметов. На них можно нажимать, нажимать, причем прямо вот нажимая пальцем на экран планшета, на камеру, или выбирать из списка и дальше читать их истории. И в чем здесь техническая сторона, а в чем здесь содержательная сторона, вот это самый интересный вопрос. Значит, ну, сперва расскажу о том, как мы пришли к этим трем сценариям. Это очень просто, потому что информации об этой мастерской очень много, и, конечно, нам очень много всего хотелось рассказать. И нам показалось, что любой пришедший в мастерскую посетитель, увидев это очень красивое пространство, но при этом довольно маленькое пространство, площадь этой мастерской вся целиком 65 квадратных метров, чтобы вы представляли себе это место. Захочет этот посетитель, наверное, захочет узнавать что-то о тех вещах, которые его окружают, но вместе с тем не захочет увидеть перед собой пропасть информации, которая его испугает и в которой он утонет. Поэтому мы разделили весь довольно большой материал на три части и такими небольшими порциями предложили эту информацию поглощать. Что происходит, когда появляются вот эти виртуальные маркеры, когда посетитель на них кликает? Появляются истории этих вещей, которые связаны с историей художника, его творчеством, историей семьи. Появляется сундук, появляется героический натюрморт, так называемый из собрания русского музея, на котором этот сундук изображен. И появляется история в данном случае о Наталье Петровне Кончаловской, которая жила в этой мастерской и которая, как мы знаем, по другой работе Петра Кончаловского пользовалась этим сундуком и может быть даже он был ее сундук. А тексты кураторские отделены от текстов и воспоминаний. Здесь есть и те, и другие. Я упомянул об исследовании, которое было большой частью работы над этим проектом. Здесь важно понимать, что исследование заняло большую часть работы самой кураторской группы, потому что нам нужно было выудить всю информацию об этой мастерской. Раз мы место действия и пространство сделали основным, мы должны были о нем узнать все-все-все, ну и, конечно, о Кончаловском и его семье. Все эти истории, которые мы рассказываем, они очень дробные. И это особенность этого рассказа. Может показаться, когда я показываю эти слайды друг за другом на экране подряд, что это такой каталог, что это книжка о мастерской Кончаловского и о Кончаловском. В действительности, когда пользователь перемещается по пространству, он отвлекается по очереди, отвлекается то от чтения и разглядывания картинок, то от самой мастерской и, собственно, переключается с одного на другое, с пространства на информацию. Это история уже другого предмета, это история стремянки, там тоже есть виртуальный маркер, на эту стремянку тоже можно нажать и увидеть ее на семейном портрете. Вот вы видите как раз Наталья Петровна Кончаловская в левом нижнем углу, в красном. Понятно, что здесь вы можете каких-то персонажей узнать, например, Никита Сергеевич Михалков, он сидит на коленях у своего отца Сергея Михалкова в правом нижнем углу. А молодой человек, смуглый, симпатичный, который в правом верхнем углу, это Андрей Кончаловский. Вот это семья Петра Петровича. Сюжеты, связанные с семьей, больше мы сложили в сценарий под названием «Семейный портрет». То есть для нас вот это разделение на три сценария было обусловлено тем, что информацию нужно разделить, что проект должен быть дробным, а с одной стороны, с другой стороны тем, что мы в разных сценариях рассказываем немножко разные истории. То есть мы смотрим на эту мастерскую с разных сторон. Сценарий номер один, семейный портрет, это история семьи, история самого Петра Петровича, его сына и так далее, приезда в мастерскую, история этого места, появление семьи в мастерской и прочее. Сценарий «Верстак» это история художника и мастера Петра Кончаловского, это история собственно, я бы сказал, такой механики художественного творчества и того, что стоит за созданием художественного произведения. То есть в этом сценарии было много всего о живописи, много всего о практиках художественных и много всего о ремесленной стороне дела и вместе с тем эти три сценария разделены и хронологически тоже. То есть если семейный портрет о десятых и начале двадцатых годов, то «Верстак» о двадцатых и до начала тридцатых, а «Полотер» собственно работы сороковых годов это поздний период творчества Петра Кончаловского. Сами истории как я уже сказал дробные и связи между предметами они не всегда это мы смотрим как раз на предметы из первого сценария и в частности рассказываем историю Василия Сурикова который был тестем Петра Кончаловского и несколько лет перед смертью в пятнадцатом году жил в этом же доме десять по большой садовой. Вот собственно работа не Кончаловского Асурикова он здесь изобразил свою дочь Ольгу Васильевну будущую жену Петра Кончаловского а это уже Ольга Васильевна кисти Петра Петровича он писал ее многожды и конечно же описание эволюции стиля и развитие каких-то да ну там разное влияние которое испытывал Петр Петрович в разные периоды своей жизни и развитие его какой-то личной живописной манеры это тоже конечно же предмет нашего исследования вот мы смотрим на то как Кончаловский по очереди вдохновлен то импрессионистами то совершенно отдельно Полем Сезанном то вдруг обращается к работам старых мастеров и начинает композиционно повторять их и это очень становится заметно в какой-то момент и так далее эти истории даже когда мы рассказываем о Наталье Петровне и ее жизни мы рассказываем не только о это не только такое краеведческое исследование где покупали хлеб и куда ходили за молоком жители дома 10 в 1925 году но это одновременно попытка тоже с разных сторон описать вот это явление то есть это мы рассказываем и о каких-то их семейных отношениях и о том как изображал Петр Петрович Наталью Петровну о живописи этого периода ну и о том где покупали шоколадки тоже вот собственно это очередное какое-то переключение между одним одной частью экспозиции и другой здесь я на секунду тоже да это вот вид из окна с виртуальным маркером вместе здесь я пожалуй остановлюсь на секунду и расскажу о каком-то технической стороне дела я думаю что в конце если у вас возникнут вопросы Арсений может на них ответить лучше меня и здесь штука вот в чем мне важно рассказать вам обо всем опыте чтобы вы знали как это бывает мы в первую очередь бросили сделать дополненную реальность ну то есть может не в первую очередь но не в последнюю очередь бросили сделать эту дополненную реальность это мобильное приложение потому что появилась новая замечательная такая система под названием аркит которая для эпловских устройств позволяет делать чуть проще чем это бывает обычно делать дополненную реальность идея заключается в том что вы можете сделать дополненную реальность в вашем офисе своими силами выяснилось она вся эта система была показана городу и миру летом 2017 года мы как раз думали как же нам технически делать наш проект и схватились за самое современное что бывает выяснилось что довольно быстро выяснилось что эта система не может сделать то что нам нужно а нужно нам это тоже важно понимать нужно нам сделать так чтобы камера современного планшета узнавала объемный предмет те системы дополненной реальности которые вы видели наверняка уже в разных музеях какой-нибудь артефакт или какие-нибудь еще системы современные они очень хорошо справляются с тем чтобы узнать картину художника потому что она плоская выглядит совершенно точно одним единственным образом и хорошо подсвечена в музейном зале и так далее у нас задача заключалась в том чтобы при огромном окне изменяющемся освещении с предметами которые не реставрировались специально для этой экспозиции которые вот в том самом сохранном виде то есть предметами которые не только не просто те же которыми пользовался Кончаловский но они и всю историю 20 века и начала 21 тоже помнят потому что они вот такие вот грязные забрызганные краской замызганная и не только краской Петра Петровича Кончаловского уже теперь и вот с этими предметами мемориальными из довольно монохромной экспозиции в целом которая такая коричнево-серая нам нужно из нее было выделить те предметы которые этот самый современный планшет очень быстро узнает и что-нибудь такое веселое делает на экране тут же и это оказалось очень непростая задача и поэтому команда разработчиков которая занималась собственно технической стороной дела достроила эту всю эпловскую систему еще там двумя или даже тремя другими для того чтобы это все работало то есть это такая такой сложный специально сделанный конструкт это на всякий случай я рассказываю вам для того чтобы вы не думали что дополненную реальность делать так уж просто на самом деле это в общем непростое дело в каждом каждое обстоятельство диктует свои какие-то правила игры ну и возвращаясь к устройству экспозиции связи между предметами они устанавливаются внутри какого-то сценария но при этом они не прямые и путешествие посетителя оно все равно похоже не на осмотр залов один за другим а скорее на поиск в интернете когда периодически нужно возвращаться на страницу поиска и вводить новый запрос то есть вы погружаетесь в какие-то разные сюжеты по очереди потом возвращаетесь обратно и так далее и это осознанное решение потому что нам как я уже говорил нам важно было чтобы люди отвлекались от планшета собственно и возвращались к самому пространству чтобы сами предметы которые их окружают разговаривали с ними выступали с ними вот в эти диалоги другими словами если вы поговорили с сундуком и получили от него все нужные ответы вы переходите к стремянке и разговариваете с ней предметов кроме каких-то крупных предметов которые были расставлены предметы были еще и в витринах которые мы постарались сделать максимально легкими незаметными это были такие созданные Кириллом Асом с Надей Корбут вы наверное знаете творчество этих замечательных художников нашего времени так вот ими нарисованы и созданы витрины очень аккуратные светлого дерева такие фанерные я наверное покажу потом в них лежало много разных экспонатов и еще одной задачей конечно же кураторской которая связана была именно с содержанием с предметами было установление связей между подлинными предметами которые были экспонированы в витринах и огромным количеством цифровых изображений которые содержались в самом приложении в этой системе вот давайте я один вам пример покажу это подлинник это сохранившаяся нотная тетрадь с серенада из оперы севильский цирюльник ну известно что Петр Петрович любил и петь и оперу и в том числе работал для оперных театров московских и мы рассказываем поскольку это севильский цирюльник это вот о разных ассоциативных связях которые включаются включаются когда когда разные экспонаты собираются в одну экспозицию вот эта нотная тетрадь а нотной тетради было много мы выбрали именно ее потому что это севильский цирюльник а потому что Кончаловский ездил по Испании с Суриковым у них была такая замечательная поездка когда они довольно много времени провели в Севилье и вот мы рассказываем именно об этом об истории 1910 года и рассказываем документами архивными текстами работами созданными Петром Кончаловским как раз в 10-м году это бой быков в Севилье это Матадор Мануэль Гарта это и дальше поскольку мы не только рассказываем биографию художника не только рассказываем о том какие работы он в свой бубново-валецкий период создавал в Испании но и рассказываем об истории его семьи потому что это тоже интересно мы рассказываем историю о том как сын Петра Петровича Михаил Петрович Кончаловский который тоже я вам рассказывал об этом работал в этой мастерской он женился на Испанке в конце 30-х годов на одной из испанок которые приехали после гражданской войны во время гражданской войны в Испании в Советский Союз и так вышло что поселились в детском доме в Обнинске рядом с дачей которую незадолго до этого купил Петр Петрович в Буграх и вот внучка Петра Петровича по имени Маргот Михаиловна Кончаловская тоже работа конца 40-х годов Маргот Михаиловна очень помогла нам в создании этой экспозиции она один из учредителей фонда Кончаловского и наверное лучше всех в этой семье помнят всякие семейные семейные истории пока мы делали это исследование нашлось много всего интересного среди экспонатов был такой маленький клочок бумаги с карандашным набруском про который наоборот там было написано что это вроде бы там было кажется написано только слово Кармен и нарисован был на этом клочке бумаги вот этот вот персонаж а изображение которое сейчас перед вами мы нашли в музее Большого театра и выяснилось что можно даже вот такую цепочку установить что вот этот набросок который у художника где-то там завалялся в мастерской и пролежал еще после этого лет эдак 70 а в Большом театре хранятся вот такие штуки вот и да это все тоже испанские мотивы в творчестве Кончаловского и понятно что дальше здесь устанавливается следующая связь уже совершенно не хронологическая а географическая потому что по воспоминаниям о своих поездках по Европе Кончаловский работал еще долгие и долгие годы потому что после середины 20-х годов его уже не выпускали из страны поэтому в 45-м году приходилось по ней вспоминать здесь мы рассказываем и о том как для оперы Зимина Кончаловский работает в начале 20-го века и вот об этой поездке вот например замечательный документ который сохранился в Аргали архиве литературы и искусства здесь написано дорогому Сергею Ивановичу Зимину на память от Петра Кончаловского но существует такой семейный апокриф о том что к Зимину в качестве художника оформителя оперных спектаклей Кончаловского засунул Суриков сказал Зимину возьми моего мальчика поработать он что-нибудь сделает ну вот теперь я вам да это шедевр 3D моделирования это рояль который появляется в мастерской когда мы доходим до рассказа о музыке и о разной светской жизни которая бурлила в этой мастерской вдруг наведя на что-нибудь планшет посетитель оборачивается и видит перед собой посреди комнаты рояль которого там на самом деле нет ну показывать это на экране немножко странно но вот представьте себе что это изображение на планшете а вы видите ту же самую мастерскую со стремянкой только без рояля вот да и дальше понятно что тут можно рассказывать и об исследовании мы выяснили что легенда о том что Мейрхольд приходил позировать в эту мастерскую Кончаловскому совершенно неправда но все равно конечно о портрете Мейрхольда рассказали потому что существует такой искусствоведческий как бы это правильно сформулировать существует такая искусствоведческая традиция считать что Петр Петрович Кончаловский интересен в десятые и в начале двадцатых а дальше ну как-то вот это движение к какому-то реализму может быть даже соцреализму и поэтому как-то Кончаловский не так уж становится хорош и вообще летчиков потом начинает каких-то писать во время Великой Отечественной войны и что как-то это не Гожа и Алексей Толстой ну и в общем это не совсем так на самом деле и мы нам важно было о том кто такой Петр Кончаловский в русском искусстве и не только в смысле его таланта и разных художественных течений но и в смысле общественном и каком-то да таком общественно-культурном нам тоже это важно было рассказать и поэтому мы рассказываем историю портрета Мирхольда который был написан в 38-м году в 38-м году когда с Мирхольдом случилось много трагического и его жизнь закончилась он был арестован и репрессирован и этот портрет Мирхольда стоял много лет в мастерской Петра Петровича Кончаловского и он показывал его только тем кто приходил в эту мастерскую он разворачивал его собственно он стоял тыльной стороной к посетителям а он его показывал вот собственно Кончаловский с Прокофьевым и Мирхольдом другая история которая тоже для нас была важна это история создания портрета Пушкина это тоже сюжет который важен именно для понимания того кто такой Петр Кончаловский в истории 30-х годов в истории искусства 30-х годов это история которая много рассказывает о том как была устроена цензура и вообще художественный процесс в Советском Союзе 30-х годов потому что для начала ну то есть сперва Пушкин был без этого замечательного желтого покрывала а с голыми ногами и когда Кончаловский его показал впервые вышестоящими товарищами было решено что не гоже великого советского поэта Александра Сергеевича Пушкина показывать с голыми ногами тем более в преддверии юбилея который как вы знаете широко отмечали в 1937 году довольно странное странное юбилей потому что это столетие смерти но это такой был очень масштабный масштабно организованный советский праздник кстати Булгаков к этой же дате написал пьесу Александра Пушкина или последние дни и вот рассказ о том как Кончаловский мучительно сперва не соглашается с этим решением а потом идет на какие-то компромиссы это очень показательная и довольно мрачная история о художнике и власти вот цитата из статьи в журнале Огонек мы узнаем известную картину Кончаловского Пушкина уже давно виденную нами на выставке и вот он не мог не согласиться с теми кто требовал большей композиционной строгости собранности и лаконичности вот такая грустная история таким образом это очень маленькое пространство в котором мы оказываемся становиться окном в очень многие сюжеты и истории и третий сценарий который посвящен позднему периоду творчества Кончаловского он помимо рассказа о его новой мастерской на даче в Буграх рассказа о сирене которых мы нашли довольно изображений которые авторства Кончаловского мы нашли довольно много и на них тоже можно посмотреть в этом нашем приложении содержит вот такие замечательные истории как история создания этого полотера здесь тоже изображена мастерская табурет который вы видите в углу он стоит в мастерской до сих пор это тот самый паркет который натирает мускулистый молодой человек на работе Кончаловского паркет тоже на месте и выясняется что на этой работе изображен ученик Петра Кончаловского Владимир Переяславец остались его воспоминания это 46-й год Владимир Переяславец рассказал о том как создавалась эта работа как он пришел в гости Кончаловскому он был в плохом настроении а потом Владимир его решил как-то порадовать и начал натирать полы и предложил ему себя писать и Кончаловский разошелся и не хватило даже холста потому что не влезла нога и они вот сшивали еще одну полосу холста вниз видите здесь шов виден мы тоже это показываем специально и потом выясняется что Владимир Переяславец жив и к сожалению уже не сейчас он не дожил до своего столетия буквально полгода но в тот момент когда мы работали над этой экспозицией Владимир Переяславец пришел в мастерскую Кончаловского в которой он был последний раз очень давно ну и вот точно был в 1946 году и рассказал всю эту историю для нас еще раз и это видео тоже один из объектов показа в рамках этой экспозиции теперь позвольте мне рассказать еще совсем немного слов о том как это делалось и из чего это сделано я покажу вам еще несколько картинок а после этого мне очень хотелось бы чтобы вы задавали какие-нибудь вопросы потому что может быть я рассказываю о том что вам интересно а может быть вам нужно о чем-нибудь другом еще узнать что связано с этим проектом ну вот сперва о технике это картинки которые мне совершенно непонятны но это то что да вот этот 3D модель кресла которую мы в какой-то момент хотели поставить внутрь экспозиции создатели проекта и там можно увидеть какие-то там витрины где-то на заднем плане вот из этого примерно делается экспозиция с использованием современных технологий и для того чтобы это все работало нужно сделать вот все все то что я сейчас вам показываю это так называемый распознаваемый объект табурет мемориальный предмет изображенный на картине полотер вы видите что он не такой чистый как на картине полотер и он должен распознаваться а распознается вот это вот цветовое пятно собственно и и кроме того еще распознает вся система распознает само пространство мастерской и вот для того чтобы это все работало в какой-то момент разработчики по собственной формулировке кормили нейросеть этими изображениями если вы захотите узнать что это значит может быть арсений вам сможет про это рассказать что-нибудь вот на этом изображении я остановлюсь из чего это сделано современные технологии здесь при всем к ним уважении на мой взгляд вторичные конечно же можно было бы придумать другое решение которое позволило бы в маленьком пространстве рассказать очень о многом наверное вы догадываетесь что те истории которые я сейчас вам рассказал ну это наверное там одна тридцатая не знаю там сороковая часть того что можно узнать посмотрев все от начала до конца что есть в этой системе что есть на этой выставке можно было бы придумать какие-нибудь экраны тачскрины можно было бы не раздавать айпэды или планшеты а сделать так чтобы в смартфонах посетителей сама собой возникала эта информация но на мой взгляд этот опыт интересен с нескольких точек зрения во-первых дробное восприятие информации когда выставка или музейная экспозиция неважно постоянная или временная создается чаще всего кураторская задача сделать это высказывание цельным слитным очень часто и вне зависимости от того есть у выставки маршрут или можно осматривать ее свободно все равно впечатления посетительские программируются или по крайней мере это входит в задачи куратора вот способы программирования этих посетительских впечатлений они бывают разные бывает подход театральный бывает подход строго научный бывают разные другие но эти новые технологии интересны не как нечто уникальное и совсем новое хотя аттракционный эффект тоже важен для экспозиции я имею ввиду рояль например но интересны они как новый способ программирования посетительского опыта как возможность задать правила игры для посетителя из которых он не сможет выйти потому что нигде кроме вот этого данного в руки посетителю планшета той информации которая содержится в нем посетитель не сможет получить поэтому он будет вынужден играть в ту игру которая для него была придумана создателями проекта конечно же этот проект не первый который делается в музеях с дополненной реальностью я уверен что вы это знаете они делаются очень разные и то что делают французские испанские американские музеи и компании которые производят эти программные продукты это все выглядит по-разному в касса батльо в барселоне где находится музей гауди на который я например смотрел когда мы придумывали этот проект невероятная редкое удивительное уникальное архитектурное произведение подается тоже с помощью дополненной реальности но смысл этой подачи скорее в том чтобы показать как было задумано и что изменилось с тех пор как это здание было спроектировано и построено в дополненной реальности там тоже выдается планшет когда заходишь в дом построенный гауди и дальше посетители ходят по комнатам и видят эти комнаты так как их задумывал значит архитектор Антонио Гоуди в разных французских музеях в не знаю замках Луары или в каком-нибудь музее города Кан замечательном есть инструменты посетительские дополненные реальности которые рассчитаны в первую очередь на детей и в которых квеста и разгадывание загадок гораздо больше чем например здесь и это тоже наверное оправдана концепцией этих экспозиций но вот пройти по тонкой грани между игрушкой в планшете почти что детской и книжкой каталогом которая переведена в цифровой формат это не самая простая задача потому что главное что нужно сделать это нужно придумать некоторые правила игры мы в самом конце скажу что мы после того как сделали этот проект перепридумали эти правила игры еще раз и продолжаем работать над вот и сейчас тоже продолжаем работать над какой-то следующей версией которая позволит нам решить те проблемы с которыми мы столкнулись посетители которых мы не только опрашивали но и принудительным образом анкетировали на выходе из экспозиции рассказывают что им нравится дополненная реальность и нравятся планшеты у нас их там есть сотни анкет только один по моему отрицательный отзыв который касается именно дополненной реальности и причем это не связано с возрастом туда ходили люди разных возрастов разных полов там как раз довольно такая широкая получилась выборка и очень мало отрицательных отзывов которые связаны с обилием информации а есть пожелания которые связаны с недостатком информации то есть на самом деле как инструмент погружение в какой-то материал это работает неплохо насколько это работает здорово как инструмент игры инструмент вовлечения ну наверное можно это обсуждать есть ли у вас какие-нибудь вопросы да нет музей это не аттракцион я позволю себе не согласиться с уважаемыми коллегами из бюро Апельбаума то что я сказал вот пять минут назад что мне кажется что этот аттракционный эффект он очень важен но он важен на мой взгляд для двух вещей он важен с одной стороны для каких-то маркетинговых целей для того чтобы появлялось какое-то сарафанное радио для того чтобы люди что-то фотографировали все-таки в музее для того чтобы придуманы были создателями экспозиции те места которые будут фотографировать чтобы это было сделано специально чтобы это был не унылый селфи-пойнт с контуром профиля писателя на стене а чтобы это было что-нибудь действительно действительно вау с каким-то эффектом и с каким-то цирковым аттракционным это могут быть современные технологии это могут быть несовременные технологии это не очень важно с другой стороны мне кажется что этот аттракционный эффект нужен и посетителю даже если забыть совсем о коммуникациях внешних это важно посетителю для того чтобы он включился в какую-то игру для того чтобы какие-то положительные эмоции очень простого свойства которые он испытает в какой-то момент на выставке они сделали для него этот опыт интересным и для того чтобы он просто вовлекся больше вот мне кажется что так а ну насчет того что такое музей мы поговорим на другой лекции вот какие еще есть вопросы нет ничего виар буквально не делал понятно что сейчас же там есть какие-то смешанные дополненные виртуальные все по-разному но мы вот сейчас затеяли еще проект с виртуальной реальностью уже в музее Булгакова в самом и нам коллеги которые занимаются разными нет 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 в данном случае к нам пришли люди которые хотят сами сделать некоторый продукт и представить его в музее и разрабатывают среду вот эту вот виртуальной реальности сами да да ну мы да и когда это приложение приложение дельное то да а это продукт виара который делают специально для нас специально для 50 квартиры он про Булгакова и открою страшную тайну про кота этот проект знаменитого и это история с виртуальными шлемами и я вам честно могу сказать что я ее немножко побаиваюсь эту затею потому что мне трудно представить себе толпу посетителей Булгакова в виртуальных шлемах которые толкаясь в коридоре коммунальной квартиры куда-то бегут за котом но это тоже интересно это дает какие-то другие возможности это более игровой формат может быть он вообще для детей может быть он для молодежи мы будем его пробовать я пока не знаю получится это вообще или нет запустим мы это или нет да ну а здесь кроме 3D моделей в общем ничего такого нет виртуально девушки как элемент пиара я так понимаю чтобы вау-эффект было все такое прочее когда посетители ходили с этими планшетами не была какая-либо возможность поделиться этим в соцсетях тем опытом который не был не с реальностью а непосредственно в дополненной это классный вопрос очень правильный потому что это то что то что мы доделываем то есть этого не было в тот момент когда экспозиция проработала примерно 4 месяца и мы этого не сделали мы хотели это сделать не сделали мы по каким-то банальным скучным причинам потому что на самом деле это нужно придумывать отдельно и делать отдельно это еще одна такая своя задача но по-моему это непременно нужно делать да обязательно это совершенно точно и да спасибо за этот вопрос я на самом деле отвечал на предыдущий вопрос говоря об аттракционах в музеях и об этой общей формулировке и поэтому я и говорил об аттракционах вообще если говорить о дополненной реальности сама по себе дополненная реальность боюсь что уже не аттракцион какие-то элементы и какие-то лихие ходы внутри экспозиции которые там с помощью эры сделаны могут быть аттракционом не знаю шутки это же вообще просто среда там можно можно шутить можно рассказывать можно играть много чего можно делать я честно говоря даже думаю что возможность экспорта изображений из дополненной реальности в соцсети напрямую тоже не аттракцион это скорее просто хороший маркетинг инструмент а да если а если аттракцион работает то конечно про него и без доступа в соцсети расскажут все хорошо ага кто еще я могу еще напомнить как раз к вашему вопросу о технических сложностях они связаны с тем что он выдавался именно посетителем планшета и он был как раз в собственности музея и в связи с этим как раз залогиниться переводим вот если бы ну и это обязательно произойдет когда будет возможность совершить обзор при помощи своего собственного девайса то да конечно посетитель приходит вот идеально должно быть следующим образом он получает на на своем мобильном на своем мобильном устройстве неважно планшет или смартфон он получает приложение и после этого с помощью этого приложения он может уже сканировать пространство и дальше уже забирать часть этого контента себе в социальные сети тогда это будет очень эффективный инструмент для движения а македора то есть вот если стать приложением автоматически то что там информация насколько я знаю что здесь такая технология что эта информация хранится в облаке и я уже не знаю подкачиваю да совершенно верно приложение обычное и мы в данном случае загружая его себе на устройство вы только определенный процент загружаете себе на полюс телефон в остальном облако раздает вам контент по мере знакомства с экспозициями в виртуальной экспозиции можно есть вопрос какие вещества не рассматривали может быть какие-то продукты программы смотрели думали почему решили обойти тем путем которые пошли да с удовольствием ну прежде всего мы конечно смотрели на то что есть в россии не в россии на очень разные технологии если рассматривать историю создания этого проекта какие-то выборы которые совершались на разных этапах то конечно аудиогид или аудиопутешествие нам просто не подходило сразу потому что нам нужно было показывать много картинок и мы именно поэтому с самого начала думали о каких-то планшетных технологиях планшетных решениях скажем так потому что все-таки для того чтобы показать работу репродукцию иллюстрацию цифровую копию но тем не менее работа Петра Петровича Кончаловского из собрания Третьяковки или Русского музея для этого все-таки нужен какой-то нестыдный экран и нам хотелось чтобы в каком-то контексте художественных выставок это было не совсем позорно чтобы люди не увеличивали семейный портрет у себя на айфоне например это с одной стороны с другой стороны если говорить про артефакт ну вот мы поставили перед собой довольно амбициозную задачу использовать самую последнюю технологию которая понравилась нам одним умением умением распознавать пространство одномоментно то что привлекло нас к AR-хит эпловскому это то что их обещание заключается в том что человек попадая в это пространство если все программные действия разработчиками совершены он сразу на экране планшета после как бы одного соприкосновения планшета с этим пространством сразу же может увидеть всю дополненную реальность которой мы насытили это пространство то есть это не разглядывание картины и вторая картинка рядом с ней да а это представьте если вы заходите в эту комнату и у вас в руках планшет если работа сделана хорошо то вы можете прочитать любую книжку с любой полки в этой комнате целиком просто нажав на нее пальцем вот это то что а в случае с например артефактом вам нужно было бы подойти к корешку этой книжки и в случае успеха прочитать эту конкретную книжку вот в этом разница если в общих в общих чертах так что да понятно что разные системы в том числе easy travel позволяет показывать картинки насколько я понимаю уже теперь да и разные другие системы но вот эта новизна и этот некоторый трюк который содержится вот в этой технологии возможность сразу увидеть пространство наполненное чем-то он нас привлекал опять же это специфика этого конкретного проекта потому что если вам нужно сделать выставку на весь еврейский музей или на 20 залов Третьяковской галереи ну вам такой один трюк в общем не особенно помогает а маленькая мастерская которую можно сразу увидеть целиком там есть один у вас есть один выстрел можете произвести впечатление один раз 10 да посмотрели выставку ну вот это немножко сложно посчитать потому что на самом деле не очень много то есть это не больше тысячи человек посетителей мы открылись да это было три с половиной месяца то есть понятно что если представить себе там количество посетителей в день то там ну там 4-5 человек в день приходили посмотреть на эту мастерскую это в общем немного в музей Булгакова за это время сходило десятков тысяч человек да там несколько кто был кто были посетители этой выставки ну вы знаете ну вот да у меня есть какая-то статистика на этот счет но в первую очередь это были те люди которым интересен интересен Кончаловский были люди которым было понятно что им интересна семья Кончаловских в целом да а были люди которым явно интересно было все узнать о создателе тех картин которые хорошо им известны об авторе о художнике мне кажется что мотивы были немножко разные но значительная часть аудитории просто те люди которые узнали о том что открыл открылось какое-то новое музейное пространство и хотели его посмотреть заинтересованы в да каких-то каком-то новом культурном предложении такие вот заряженные посетители музеев которым интересно по ним ходить а сейчас я отвечу быстро на еще один вопрос да планы дальше с табуретом такие мы сейчас передали эстафетную палочку фонду Кончаловского который разрабатывает уже разработал проект реставрации этого помещения я упоминал о том что сейчас нельзя там выставлять работы Кончаловского и вообще живопись там по-хорошему нельзя выставлять у нас было две живописные работы на этой экспозиции но это был вот один Михаил Петрович там уже второй половины двадцатого века ну и поскольку частное собрание это как-то вот мы решили что можно рискнуть там нет ничего катастрофического но условий температурно-влажностного режима и прочего там нет для того чтобы можно было выставлять живопись и планы заключаются в том чтобы сначала это все было отреставрировано фондом Кончаловского а потом там был бы создан музей и будет ли в рамках музея который будет открыт я надеюсь в каком-то обозримом будущем в следующем году будет ли в этом музее экспозиция сделана целиком на дополненной реальности я сейчас вам сказать не могу потому что во-первых это там не только от меня зависит во-вторых это просто зависит от анализа опыта работы той экспозиции которая закончилась неделю назад у меня есть такой вопрос комментарий можно ответить и поделиться своими соображениями на этот шок вы рассказали о структуре из трех сценариев и все эти сценарии основаны во-первых как я понял благодаря этим трех сценариям можно увидеть пространство с трех разных сторон то есть одно и то же пространство в трех разных образах предстоит и наше ябро это внимание это то что все сценарии основаны на вещественности то есть основаны на некой некой последовательности открытии вещей их истории и отношений с хозяевами и некими людьми которые так или иначе к ним были причастны мой вопрос в том насколько рассматривала себе и какой вид потенциала в истории дополненной реальности но с участием людей то есть с участием артистов если это кинематографический опыт какой-то брать семейный например или с некими гринскрин предварительными съемками вот мы можем обсудить со всеми потом подробнее то есть когда в это пространство входят не только вещи но и люди и в этом смысле как бы мы становимся свидетелем неких сцен с участием людей внутри этого пространства вы знаете это тоже очень интересный вопрос вам тоже спасибо за него мы рассматривали вообще такую версию в какой-то момент обсуждали с Арсением понятно что ну опять же хромакей не вчера придумали это не то чтобы что-то сенсационно новое но возможность встроить даже какой-то изменяемый фон для селфи или для фотографии внутрь то есть работать с дополненной реальностью вместе с гринскрином или с чем-то еще это в общем интересно все конечно все эти эксперименты я уверен будут продолжаться кто-нибудь сделает это и в музее впервые хорошо и так далее здесь мы просто были ограничены разными показателями проекта и в том числе деньгами поэтому мы не могли позволить себе все но что я могу сказать про участие людей в экспозициях ну вот в рамках там виртуального проекта который мы сейчас придумываем участие людей предусмотрено потому что движущийся и разговаривающий код в комнате нехорошей квартиры он существует там же где другие участники всего этого волшебного предприятия они могут в этом участвовать это там командные действия с какими-то виртуальными объектами да здесь есть на мой взгляд два дополнительных вопроса важных это степень разработанности игрового сценария потому что это один путь вовлечения людей в какой-то игровой сценарий есть другой путь вовлечения который вот такой как сказать совсем аттракционный и в каком-то смысле простой мне кажется что для виртуальной реальности это здорово и интересно для дополненной реальности надо смотреть кто что придумает пока не не знаю я бы хотел напомнить петра или перейти на ваш вопрос то что в данном случае когда мы всегда говорим о любом эфире пространства и вот как раз мастерская петра 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 она представляет это понятие это всегда очень долго играет когда мы можем перейти разрушив вот эту очень тонкую такой аналоговую природу вот окружающей нас мастерской это касается и объектов и в целом вот все ну вот всего выпада чем напомнена души простанства поэтому вводя любые технологии пусть даже там будет условно зеленый экран хромакей мы моментально отрушаем вот эту вот очень тонкую природу поэтому при выборе технологии как раз тоже стоит очень важный вопрос который как бы тоже упоминал и это именно касается деликатного выбора чтобы не разрушить самое главное потому что основное это опять же посещение и ощущение себя художника поэтому весь выбор сценария но также было условно посмотрите на Кочеловского со стороны художника посмотрите на него со стороны яркого деятеля технологии она помогала восприятию но при этом она не являлась доминирующей чтобы вы всегда понимали что вы находитесь именно в пространстве музея а не допустим в пространстве классов торгового цена я просто хотел запомнить вышесказанное тем что когда историческая лакеров с реальным художником и ассистентом который здесь и сейчас присутствовал параллельно с нами настоящей нашей реальности и его реальный отзыв и живые слова вот это то что мне показалось во всем рассказе это то своеобразная комбинация потому что тут сопрягается как бы живой человек свидетель и одновременно пространство которое несет вот это знание там прошло и вот собственно на этом стыке можно даже документальным игровом сделать какую-то технологическую рейку петр а помните вы как раз вы запоминали когда речь шла о постановке театральной буквально месяц назад да давайте тоже спасибо спасибо да два слова да я на самом деле в начале если помните рассказывал вам о том что вот одна из первых идей касалась продолжения художественных практик и не остановки этой традиции художественной традиции этой мастерской этого конкретного места и нам хотелось не только чтобы там учились рисовать и ходили на какие-то художественные занятия или кружки нам хотелось чтобы мастерская продолжала быть местом где создается искусство и это на самом деле это не пустые слова потому что это звучит как лозунг на самом деле это очень важно потому что музеификация места она очень опасна мы ее хотели избежать мы поэтому у нас нет ни одной бумажной этикетки в этом пространстве потому что как только к стремянке приделана аккуратная белая картонка с надписью эта стремянка перестает быть стремянкой она становится музейным экспонатом это так работает можно много про это говорить и про проблему подлинности про проблему мемориальности но это так устроено наше сознание потому что мы знаем что эта этикетка это уже наша дополненная реальность которая у нас в голове вот мы видим эту этикетку она срабатывает как маркер оп мы в музее и это уже опосредованное восприятие а сделать так что как будто бы вокруг вас эта художественная жизнь и есть это очень сложная сложная задача мы с ней безусловно не справились потому что ну конечно там есть много всяких костылей которые нужно убирать для того чтобы это сделать ну понятно что вообще эта экспозиция была в значительной степени экспериментальной у нас получилось многое сделать и рассказать много хороших историй но чистого ощущения присутствия при Кончаловском в его мастерской ну к этому надо стремиться но был такой замечательный опыт поскольку мы хотели вернуть это творчество в мастерскую был такой замечательный опыт он был не один мы делали там притаскивали на этот четвертый этаж без лифта ямаховский рояль для того чтобы там вот сегодня сыграли солисты большого театра так чтобы значит небо стало жарко да чтобы там набивало 70 человек на концерт классической музыки перед ними это все разворачивалось это было очень здорово но пожалуй самой интересной историей про творчество в этой мастерской сегодня и про вот эти наши попытки его вернуть был была такая театральная постановка современная перформанс театральная постановка которую делали замечательные молодые театральные актеры и перформансисты и режиссеры которые вот из нового пространства театра наций такие действительно люди молодые занимающиеся настоящим таким современным театром и в том числе таким вот документальным точнее имеющим работающим с подлинностью работающий с подлинными текстами с подлинными характерами и это была команда молодых людей которые два месяца читали воспоминания о Кончаловском книги Натальи Петровны Кончаловской переписку приходили репетировать в мастерскую буквально это театральные практики современные которые очень связаны действительно и с пространственным и с вещественным и с телесным и с подлинным документальным текстом и это был очень интересный опыт который тоже довольно триумфально закончился потому что те кому посчастливилось попасть на это представление вроде бы все были невероятно счастливы и вот это была такая документальная постановка четыре участника которые как будто бы разыгрывают истории из жизни семьи семьи в смысле Петра Петровича Кончаловского Ольги Васильевны его жены и их детей Михаила и Натальи да ну вот так тоже без дополненной реальности люди участвуют в экспозиции в каком-то смысле есть ли еще вопросы да 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 конечно — Это огромный список вопросов тут же, которые возникают, и сейчас, наверное, нет времени подробно на все ответить, потому что, конечно, проблема окупаемости музея сложная, невозможно окупить музей. — Поэтому короткий ответ заключается в том, что музей, как наши учителя-музейные проектировщики говорят, планово-убыточное предприятие. Но в случае с отдельного проекта, который делается с применением современных технологий, всех там страшно привлекает, окупить какой-то отдельный проект, конечно, возможно. — Конечно. Но отдельный вопрос — ставить ли себе такую задачу. Потому что, конечно же, если мы говорим о номинации, о грантовом конкурсе, о номинации «Музейный старт», в которой мы участвовали, задача заключается не в том, чтобы окупить какой-то проект, а в том, чтобы сделать существенный шаг к созданию музея. И этот шаг был сделан, и это позволяет нам рассматривать этот проект как часть чего-то долгосрочного, как вообще и правильно думать про музей. Это с одной стороны. С другой стороны, есть какая-то арифметика. Затраты, билеты. Чтобы это, наверное, тоже вам было бы полезно, всем известно, всем, кто читал правила конкурса «Музей в меняющемся мире», известно, что номинация «Музейный старт» — это заявки до 2 миллионов рублей. Ну, вот таким образом вы можете представить себе тот бюджет, которым мы располагали. Начали мы работать летом 2017-го. В конце лета 2017-го закончилась экспозиция в конце лета 2018-го. Ну, вот примерно такие технические параметры. Да. Я и вам тоже скажу большое спасибо за ваш вопрос, потому что, на самом деле, мне интереснее всего говорить, конечно, про содержание и про то, что было сделано не технически, а что было сделано с экспонатами, что было сделано с материалом, что было сделано с текстами, с изображениями, как была собрана эта экспозиция. Я не буду говорить о связи подлинного предмета и относящихся к нему дополнительных изображений, которые зашиты внутрь приложения. Здесь все понятно. Здесь вот вы лучше меня сформулировали эту мысль. Вещи, которые вступают в диалог по очереди, да, что-то рассказывают. По-моему, этих крайностей больше двух. Я сказал о двух, на самом деле их больше. На самом деле есть много разных других угроз. Мне кажется, что... Да, и не мне судить, получилось у нас там избежать чего-то или нет. Но мне кажется, что получилось структурировать этот материал и собрать предметы в истории, собрать изображения и тексты отдельные в истории. И это почти ничем не отличается от любой другой выставки или экспозиции. Потому что то, как разделить выставку на залы, то, как освоить пространство выставочное какой-то темой или каким-то сюжетом, или какой-то историей, эта задача всегда одна и та же. У нас не было залов, у нас были сценарии, у нас была структура какого-то приложения, которое мы придумываем. Сказать, что это проще, это неправда. Потому что если у вас есть известные стенки известных размеров, это освобождает. Когда вы можете построить эти виртуальные залы любой формы, любого размера и вместить туда хоть сто изображений цифровых с этикетками и экспликациями, хоть два, это ваш выбор. И это вам нужно принять это решение и сконструировать себе вот эту вот третяковку имени Петра Кончаловского, которую вы пытаетесь засунуть в планшет. Я могу сказать, что я был последовательным противником любого мультимедия в музее Булгакова на протяжении последних пяти лет. У нас нет ничего мультимедийного. Все, что было мультимедийным в музее, я выбросил. Экспозиция новая, которую мы сделали про историю дома 10, и это связано с мастерской, и мы до этого делали очень большой проект про историю всего дома и людей, которые там жили на протяжении века. Эта экспозиция выглядит как кукольный домик. Там можно нажимать кнопочки, и когда нажимаешь кнопочки, там что-то двигается или зажигается свет в квартирах. Такой дом, в который можно зайти внутрь, вы оказываетесь как будто бы во дворе дома, комната застроена целиком, таким вот большим макетом дома. И вы влезаете под этот макет и смотрите в окна людям. И это не мультимедия совсем. И поэтому у меня было много сомнений, связанных с вот этими самыми новыми технологиями, о которых вы говорите на вот этих занятиях в юридической мэрии. Но мне кажется, что это конечно, без этого дальше нельзя. И в случае мастерской Кончаловского, когда нам нужно было показывать его работы не в подлиннике, а в копиях, это очень хорошее решение все равно. И я все равно им доволен. Поэтому как всего этого избежать, я не знаю. а вот как, а вот то, что любая экспозиция, в том числе внутри, в том числе с дополненной реальностью, в том числе внутри планшета, делается, как любая экспозиция, это очень важная мысль. Спасибо за вопрос. Ага. Как раз. Это то, чему я страшно противился долгое время. Но на самом деле просто это вопрос еще развития технологии. Потому что вот в этом случае, в случае с VR-ом в музее Булгакова, это я сейчас, извините, отвечу на этот вопрос примерно как Константин Глёвич Эрнст отвечает на вопрос о том, почему вы взялись за экранизацию Мастера и Маргариты. Он отвечает, ну потому что технологии дошли, сейчас можно. Но вот примерно так. То есть делать кота, который будет стробить и разваливаться на пикселе, смысла нет. А когда по очереди приходят люди и показывают какие-то фантастические, действительно работающие вещи, которые уже не выглядят как доспехи средневекового рыцаря, а как которым там надеваешь какую-то элегантную штучку такую и там все вроде бы оп, есть. И там не нужно особенно ничего рисовать. Видно всю ту же самую квартиру, только в ней бегает кот. Смешно. Посмотрим, получится ли. Я не знаю. Есть еще какие-нибудь вопросы, дорогие коллеги? Спасибо вам большое за внимание и отдельное спасибо за вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ